Привет зрители! Недавно с вами вспоминали о моде S5, а это о моде S5 GT. Другое дело, хотя выросшая из той базы машина выделена в отдельную модель и шильдик GT это не просто слова, это действительно подтверждение техники. А не тормоза чего стоят, а? Едва не помещаются в 17 диск. А вот, кстати, шины, что удивительно, те же самые, те же самые GT Comfort, которые стоят на обычной S5. Здесь, конечно, нужно подумать немножко и, мне кажется, усилиться в плане шин, потому что, если до обычной 205, 50, 17, они вполне себе, да, достаточны, то здесь, ну, хочется уже серьезного потенциала, серьезного зацепа. С другой стороны, возможно, именно шин говорит о том, что это машина для того, чтобы езжать на трек и там идти боком, юзом и как-то там еще. Здесь GT, это прежде всего комфорт в динамике. Комфорт не просто от вальяжного перемещения, а от того, что ты быстро едешь и плавно, быстро и уверенно, а не быстро, резко и куда-то там непонятно куда, да, пытаясь занести автомобиль. Здесь GT Grand Tourism. Это как раз про то, что называется длительно, комфортно, уверенно и быстро, да, то есть долгие-долгие поездки на автомобиле. Я, кстати, действительно долго проехал. С этим вновь отмечу, что нужно, конечно, в автомобиле добавлять опцию под названием салфеточка, потому что пыль, пыль в отечестве, да, она просто лютая. Пыль в отечестве невероятная, она всепоглощающая и на модном и красивом глянце она действительно оседает очень уверенно, прям прилипчиво-прилипчиво. Ну, красиво же, да, красиво же все эти формы, а-ля карбон. А это звук уже пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Звук не то, что волшебный, но играет увереннее, чем на стоковый, назовем это так, да, на базовый S5. Действительно GT не просто шильдик, это изменения внутри, это изменения технические, это то, что называется быстрее еду, да, лучше выгляжу. Это 100%, да, не просто лучше выгляжу, а еду так же. Главное, конечно, да, силовая остановка. Те здесь 150 сил вместо 47, да, уже там скептик. Скептик уже такой, о-о-о, ха-ха-ха, и там смеется, что называется, да. Дело здесь в моменте, да, там под 300 почти момента, и если у базовые там 200 с маленьким хвостиком, то здесь почти 300 ньютон-метров, и все это обеспечивает нам быстрый разгон. Быстрый разгон с перенастроенной подвеской, с усиленными тормозами, и все это позволяет как раз быстро мчать. Но, гран-туризма, большое путешествие буквально, и надо так и переводить. Не для того, чтобы быстро мчать по треку. Кто-то считает, что, да, ГТ, это значит, все, выезжай на трек и показывай класс. Здесь, по сути, это тот редкий случай, когда машина именно создана для того, чтобы приятнее ездить. С5 в базе, очевидно, да, была машина с высоким потенциалом, я вам про это говорил, когда впервые знакомился. На удивление, хорошо едет, говорил я, да, а здесь, да, ГТ, еще лучше, чем базовый С5. И поставили здесь переселектив, чтобы уверенностью вперед шла, и, естественно, Савель поехал совершенно по-другому. Абсолютно, заносишь, да, и едешь. Ну, главное тут, конечно, вопрос вновь, вновь отмечу, это шины, я надеюсь, что этот аспект будет как-то изменен, и плюс шильдик, да, не просто, да, базовые шины, а мы увидим более интересные, да, именно шины, чтобы они увереннее цеплялись, и не просто обеспечивали комфорт, а еще и супер зацеп, потому что, да, сейчас, очевидно, этот автомобиль способен на больше, и вновь, не как зимой, конечно, когда было прям сложно управлять, потому что шины зимней совершенно не желали по-сухому цепляться. Здесь много лучше ситуация, но, опять же, да, хочется мчать, хочется, да, лететь, благо автомобиль это позволяет более чем, более чем. Движение уверенное, приятное, но, опять же, тут скажут, что там мы ощущаем, небольшие тут крены, или там большие даже. Вот тут хочу отметить, как раз смысл-то и в том, чтобы ехать не зубодробительно, потому что зубодробительное путешествие, это, наверное, называется как-то по-другому. А ты ездишь, у тебя любая неровность, так, клац, клац, зубами, клац, головой киваешь, так, клац, клац. Здесь подвеска при перенастройке обрела большую, да, для автомобиля уверенность в перемещении, и при этом энергоемкости никак не потеряла. То есть, удивительно, что Амода вот в этом своем GT-варианте столь интересно, как автомобиль по езде. Но ни в коем случае, вновь отмечу, друзья, я не зря говорю, что, потому что кто-то скажет, о, все, это WRX в исполнении, да, бренда из Китая, автомобили доросли до каких-то там реакций, оточенных, как лезвие бритвы, нет, это не лезвие бритвы, да, это вам не вырезать на дереве что-то, это кисть, это рисовать, это рисовать, да, причем кисть достаточно широкая, чтобы мягкими, плавными мазками, да, уверенно, без вот этого перенапряжения управлять. Вот тут точно, я уверен, что это автомобиль-кисть, вот так вот. Интересное, да, сравнение? Метафора, да, как завернул-то, а? Но без метафора было бы совсем пресно, тухло и неинтересно. А тут, когда есть возможность добавить, думаешь, ммм, действительно, действительно радует, действительно впечатляет. И более того, вот интересно, вот эти доработанные тормоза, опять же, они не для того, чтобы там круги наматывать, а чтобы, например, в горах выехать и это гран-туризмом показать, уверенным чать по серпантину. Там на серпантине не нужно десятой доли показывать, там нужно быть уверенным в автомобиле, да, и иметь запас для того, чтобы в случае чего там отвернуть или, да, у тормозов, чтобы в случае чего дотормозить. И тормоза GT-версии, S5, безусловно, это помогают. Это, опять же, да, выделили же в отдельную модель, по сути, они разные. Вот так. Ну, кстати, отмечу, что вот старт-стоп, например, я выключил, вроде бы должно помогать в расходе. Где он-то у нас расход? Я много проехал, почти 2000 на автомобиле, месяц ездил. Средняя скорость мала, городская эксплуатация преимущественная. Пробки и все такое. И расход, естественно, видите. То есть, экономичность модели GT, она, в общем-то, безусловно, реально-реально превосходит базовую S5. Ну, вот, как говорится, что у вас внутри, то и на показометре расхода топлива. Кстати, да, занижает по поездкам почему-то расход, а реальный вот пишет больше. Это вот особенность такая, сложно сказать, зачем два расхода, не знаю. Вот, но вот это прям настоящий-настоящий расход, как он есть. Поэтому, кто желает сэкономить GT, это как странно и... Ну, зачем тогда, да, больше потенциала, если вы собираетесь в топливе экономить. Так что все по-настоящему, все по-честному. Придавил педаль, получил реальную тягу. Класс. Ну, а тут... Плюс донастроенная подвеска, позволяющая уверенно проходить повороты. Плюс лучшие на тормоза. Плюс, опять же, да, настройка рулевого. Но опять, опять хочу вновь отметить. Желающие говорить, что это там... Вот, сейчас я там буду на треке время показывать. У вас даже тут ручник. Не настоящий, да, а электронный. Поэтому уж... Говорить о том, что там какие-то дополнительные органы управления нет. Это автомобиль реально для того, чтобы... Здорово ездить каждый день. Вот так. Здорово ездить каждый день. И, ну... Я думаю, что мы увидим когда-нибудь версию GTR. А там вот, да, GTR. Вот GTR, да. Вот тут уже надо требовать, да, на трек выезжать там. Пробовать раскрывать автомобиль. Там его бешеное по кругу катать. Проверять стабильность тормозов. Здесь совершенно другое. Классно, удобно, плавно и приятно. Автомобиль идет. И быстрее, чем базовая S5. Подвеска, например. Хорошо, хорошо. Маскирует все неровности. Ожидал, что будет до дуботряска, сотряс. И еще, да, вот удивительно. Если, например, погазовать. То, ну, совершенно обычное звучание мотор. Где эти радостные, да. GT, GT, не знаю, VR, ST, OPC. Ну, в общем, множество, да, разных там шильдиков, RS, все такое. Вот этих нотах, да, в самом звучании двигателей нет. Потому что, опять же, хочу отметить, что это автомобиль для комфортного и быстрого перемещения. Вот такие вот пироги. Естественно, там две версии есть. Без ADAS, по сути. И вот с ADAS полным. Конечно, нужно брать с полным ADAS, чтобы машина вела и в пробки ехала. И это просто тупо удобно. Вот реально очень-очень-очень удобная штука, позволяющая ездить, как вот ты хочешь. Едешь, задаешь значение и вперед, как говорится. Вот так. А, эспешно. Я же без этого. Я же езжу с этой, с ESP. Вот. ESP должно быть. Что такое? Вот. Ну, вот и есть, и наслаждайтесь автомобилем. В пробке проведет, оттормозит, все покажет, все расскажет, как надо сделать. Вот так вот транспортное средство. Вот так. Так что много, много проехал, много, много чего показал. Ощутил, мне понравилось. Очень надолго вот с Амода именно с житишкой остался. И все надобности городские именно на ней ездил. Ну, нельзя сказать, что за месяц 2000-то это много. Другой страны по городу, да, там, 1800. Вполне себе, да, туда-сюда. Да, город-то огромный, Москва. Считайте, между районами поездил и уже накатал. Сутью другого километра. Вот так. Ну, я с вами прощаюсь. Если вам какие-то нужны еще истории про S5 GT, конечно. Напишите. Мне вот GT-версия крайне люба. Она реально хороша. Если есть возможность S5 версии GT покупать. Не обычную S5, а именно GT. Вот покупайте GT и будьте удовольствием ловите. Обычная S5 тоже хорошо едет, я про это говорил. Но это едет лучше. Но, опять же, кто поэкономить хочет, то там вариатор с обычной версией будет намного экономичнее. Это факт, безусловно. Ну, а здесь про драйв, про кайф. Про комфортный драйв и кайф. На этом с вами обращаюсь. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok